Доброе утро, наши дорогие телезрители! Это понедельник, это программа «Наше утро», встречайте день вместе с нами. И мы вам уже показывали, что умеет Дональд Трамп, президент США, флексить, но помимо этого, ведь он ведет активную деятельность в социальных сетях. Так вот, благодаря им кто-то использует те выражения, те слова, которые использует Трамп на федеральных каналах, кто-то даже, между прочим, может, где-то даже эти выражения и вызывают международные конфликты, а кто-то делает выводы, читает и пишет работу, специально посвященную именно Твиттеру Трампа. Да, научную работу создают ни много ни мало здесь, в Челябинске. Студентка Челябинского нашего института, вот, университета, точнее говоря. Прямо сейчас с ней и выйдем на связь. Итак, с нами на связи Анастасия Шишкова, студентка исторического филологического факультета Челябинского государственного университета. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как вам пришла вообще вот эта идея взять и изучать, что там Трамп пишет в Твиттере? Ну, вообще, я для своей магистрской работы решила выбрать актуальную такую современную тему. И так уж сложилось, что политика в социальных сетях, это, ну, куда более актуально, да. А так исторически сложилось, что Твиттер является такой политизированной социальной сетью, которую выбирают многие крупные политики и люди, связанные с политикой. И Трамп, он является одним из самых ярких деятелей, той самой Твиттер-дипломатии, которую я и изучаю. А что вообще, ну, вот вас удивило, когда вы стали изучать Трампа? Вот, может быть, какие-то ваши личные открытия каковы? Наверное, больше всего меня удивило то, какое количество твитов он публикует в день. То есть все-таки мы понимаем, что это президент, у которого есть очень много дел. При этом Твиттер он ведет самостоятельно и огромное количество, один день это доходило, то есть до сотни твитов он успевает опубликовать. А как вы думаете, это он самостоятельно делает или у него есть все-таки какая-то пресс-служба, которая... Помощники какие-то. Он делает это самостоятельно. Он не раз давал интервью различным телеканалам, различным газетам американским. И обосновывает он эту историю тем, что в СМИ его слова часто исковеркают, как-то переврут. А здесь он может написать то, что считает нужным, донести свою именно точку зрения до аудитории. То есть он прямо сам себе пресс-секретарь получается? Получается в какой-то степени, да. Естественно, есть официальный твиттер в администрации, есть официальный твиттер президента, сайт Белого дома. Но помимо этого Трамп еще предпочитает вот такой личный ресурс. Ну а еще также мы хотели напомнить, что Настя, она стала, между прочим, стипендиантом Оксфордского российского фонда. И мы знаем, что вы вошли в число 30, правда, претендентов. Вот скажите, как проходил отборочный тур и что вообще дальше будет, если вернуться непосредственно к этому конкурсу? Вообще на первом этапе конкурса я подала резюме, то есть рассказала о себе и мотивационное письмо, в котором сообщила свои научные интересы. То есть как раз таки рассказала, про что я пишу научную работу. Прошла первый этап, очень обрадовалась. На втором этапе было групповое собеседование, групповое интервью. Все было по Зуму, потому что все участники живут в разных городах. И его тоже прошла, вечером уже буквально сообщили результаты. Сначала, естественно, не верилось, что вот из 350, если не ошибаюсь, участников в 30-ку вошла. А потом начали все журналисты писать. Для меня это было огромное удивление, что вот такой ажиотаж вызвала на самом деле история. Что в итоге будет, когда все завершится? Денежные, какой размер там, я не знаю. Или вы учиться поедете туда? Или как? Стипендия предполагает денежную выплату, но пока что сумму сообщать не буду, потому что контракты мы еще не заключали. И также, если границы будут открыты в 2021 году, все будет хорошо, то мы командами, то есть вот нас 30 человек поделят на команды, поедем в Оксфордский университет, в Великобританию. И будем там защищать некие проекты, которые будем вот на протяжении полугода разрабатывать. Очень круто. Мы вам желаем удачи, чтобы все получилось, чтобы все эти поездки сложились. Да, и надеемся, вы будете видеосвязь с нами поддерживать и рассказывать, что там и как происходит. Пожалуйста, рассказывайте о том, как у вас все складывается. Спасибо огромное. Напомним, с нами на связи была Анастасия Шишкова, студентка исторического филологического факультета Челябинского государственного университета. Да, ну а прямо сейчас мы с вами вспомним, что 19 октября это день, когда пишут обращения к себе в будущее. И мы как раз на эту тему подобрали для вас три мелодрамы, о которых и хотим рассказать.